Информационный проект «Добрые новости» впервые был реализован в Самарской области в 2012 году. Благодаря высокой социальной значимости, инициатива Самарского региона была поддержана федеральными партнерами по всей стране, и проект приобрел статус федерального. На мой взгляд, самое главное, что в этом проекте принимают участие ребята, школьники, студенты, что в первую очередь этот проект нацелен на них. Потому что, участвуя в нашем проекте, они познают что-то новое. И не только в профессии, в будущем, может кто-то мечтает стать журналистом, а для кого-то это просто увлечение. Но проект «Добрые новости» это еще про жизнь. А это, наверное, самое главное. Заявки на конкурс могут подать федеральные, региональные и муниципальные медиа, студенческие и корпоративные СМИ, а также журналисты, блогеры, пиар-агентства, пресс-службы, общественные организации, активные пользователи сети. Для начинающих Акул Пира проводится отдельный конкурс «Юнкор». Возраст участников от 11 лет. На конкурс принимаются как коллективные, так и индивидуальные работы. В этом году, в первую очередь, конечно, мы будем говорить о том, как важна семья для каждого из нас. Поэтому здесь, конечно, из 27 направлений, которые есть во всех конкурсах, это становится наиважнейшим, наиглавнейшим. Плюс мы подводим итоги, конечно, года педагога и наставника. Мы также оставляем важнейшую для нас тему – это поддержка наших ребят в зоне специальной военной операции. И мы, конечно, без понимания истории, исторических процессов, без понимания того, что сейчас происходит в нашей стране, и за что мы боремся, почему мы отстаиваем эту историческую правду, почему мы защищаем мирных жителей своих территорий. Конечно, это будет важно, и мы эти материалы будем ждать. В 2023 году было подано 720 заявок. Конкурс «Добрые новости» проводился по 27 направлениям в 14 номинациях. Для «Юнкор» количество номинаций сокращено до 10. Также пройдет конкурс социального плаката по детскому и взрослому направлению. Начиная с 31 января организаторы ждут заявки по социальному плакату. Год от года в конкурсе «Добрые новости» растет количество участников, растет количество номинаций. И вот сегодня мы будем обсуждать введение дополнительных номинаций, потому что запрос на это мы чувствуем есть. Меняется жизнь в городе, меняются интересы молодежи. Очень много молодых ребят участвует в конкурсе. Много активных людей, которые делают много добрых дел, оформляют это в виде проектов и подают на конкурс. Прием заявок продлится до 26 апреля. Затем конкурсная комиссия приступит к отбору лучших работ. Итоги подведут в конце мая. Андрей Бессонов, Елена Чернявская, Константин Головин, События.